Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я впервые буду кушать вкуснейшие мидии. Они выглядят вот так вот. Я пробовала маленькие мидии. Они называются у нас мидии дома. А такие никогда. Поэтому решила много не брать. Взяла три. Попробуем. Если понравится, уже всегда буду вместе с роллами заказывать. К сожалению, в этот раз заказала не у своей любимой доставки. Просто потому, что у них нет мидий. Поэтому вот так вот. Давайте начнем. Так. Даже не знаю, как это. Ой, какие острые. Девочки, это очень вкусно. Это просто обалденно. Просто остро. У этой доставки все острое. Точнее, это ресторан. Обалдеть, как вкусно. Я уже потихоньку начинаю привыкать к острой еде. Филадельфия у них здесь тоже такая, знаете, аккуратненькая. Первый пошел. Непривычно. Я привыкла к джапе с гарденсу уже. Эти и пошел. Эти тоже безумно вкусные. Но привычка немного другая. Немножко другой вкус. Калифорния такая вот. Сегодня чисто буду отвечать на вопросы. Первый вопрос задает 2236. Аккаунт так называется. Айка, я слышала, что твой парень близнец. Хотела бы ли ты детей близнецов? И как бы ты их назвала, если да? Я бы, если честно, не хотела близнецов. Потому что это очень сложно. Это большая ответственность не только в плане просто моральном. Я считаю, что и в финансовом плане. Это очень сложно. Сейчас памперсы, вся эта еда, все-все-все. Стоит очень дорого. И вообще низкий поклон девочкам, мамочкам, у которых трое, четверо детей. Погодок. Это очень сложно. Если бог даст, то буду рада. Но Для меня самое главное, чтобы мой ребенок был очень воспитанным. Чтобы как бы уважал старших. Понимал как-то. У меня однажды была клиентка. Кто не знает, я раньше занималась ногтями. То есть гель-лак. Дома делала. По дешевке, так скажем. И ко мне постоянно приходила девушка со своей дочкой. И она всегда говорила, у меня дочка тут посидит. Я говорила, конечно, да. Но проблема в том, что этот ребенок не сидел. Пока я делаю. Она игралась, брала гель-лаки, открывала их. Я боялась, сейчас разольет куда-то, что-то произойдет. И фишка заключалась в том, чтобы мама не делала ей замечаний. Не говорила, что так нельзя и все дела. Я считаю, что это в корне неправильно. Она однажды рассыпала все стразы. Ну, слава богу, они, знаете, супер дешевые были с Алиэкспресс. Но у меня в другом контейнере были точно-точно такие же. Ну, как подсваровские, так скажем. Они вот были реально очень дорогие. Я думала, фух, как хорошо, что она не взяла эти. Поэтому я считаю, что это неправильно. Или однажды случай был. Я выхожу из подъезда, открываю дверь. Навстречу мне, оказывается, навстречу этой двери, просто со скоростью, не знаю, 200 км в час, бежит мальчик. И он, получается, ударился об дверь. И мамочка начала мне предъявлять, что почему вы с такой силой открываете эту дверь. Но я-то не экстрасенс, я не вижу, кто за дверью. Дверь в подъезд, она железная, и она тяжелая. Хочешь, не хочешь, когда ты ее открываешь, надо немножко вот так вот сил. Поэтому я хочу в первую очередь, чтобы мои дети были воспитанные. Знали, где что говорить. Как же это вкусно. Одна такая штука, и она стоит 90 рублей. Я только что съела 180 рублей, но это того стоило. Наверняка не все зависит от воспитания. Есть и какое-то восприятие ребенка тоже. Но иногда смотришь на детей и прям умиляешься. Я бы очень хотела дочку. Мне кажется, дочка это прям мамина отдушина. Конечно, сына-то тоже хорошо. Но все-таки, не знаю. Вот мечта у меня такая. Хочу дочек. Можно даже двух. Но просто, чтобы между ними была разница в возрасте хотя бы 8 лет. У меня была подруга грузинка. Они были три сестры. Почти полтора года между каждой была разница. И младший братик. И мы как раз познакомились со средней сестрой. Когда ходили вместе на географию. И в общем, вот эта средняя сестра училась. А на двух остальных оплатить репетиторов и все дела к сожалению, возможности у семьи не было. Поэтому сейчас как бы это все очень сильно упирается в деньги. Вот бабушка рассказывает. Я прям реально в шоке от того, насколько в то время женщины были выносливые. Это не памперсов. Ничего. Просто какие-то тряпочки, которые потом нужно стирать. И детей море. У бабушкиной сестры по-моему, 11 детей. 11. И выросли все. Все стали людьми. У всех семьи, дети. Все отлично. Просто тогда не было соцсетей. Не было всего этого. и люди как бы жили на средства, которые у них есть. Сейчас люди открывают интернет, видят, как живут другие люди и начинают понимать, что нет. Надо работать. депрессу. Тепрессуха и все дела. Следующий вопрос. Аиша Плотникова. Айка, ты задумывалась о смене пола и как ты к этому относишься? А видео супер, как всегда. Аиша, огромное спасибо тебе. Смена пола нет, конечно. Я всю жизнь внутри себя я девушка. То есть у меня никогда не возникало такой мысли. Хотя, когда мама была беременна мною, все почему-то вокруг решили, что у мамы должен быть парень, пацан. И меня даже должны были назвать Чирханом. Но слава богу, я стала девушкой. Мне очень комфортно в своем теле. Даже мысли подобные у меня никогда не было. Вы знаете, люди, которые хотят сменить пол, я считаю, что это психологическое заболевание. Я считаю, что это болезнь. То есть я не осуждаю таких людей. Я считаю, что если человек смотрел передачу, извиняюсь, не к столу, и мужчина просто себе отрезал то самое место, потому что не хотел жить мужчиной. Ну просто так человек не будет так себя калечить. Мне кажется, это заложено уже внутри. В моем окружении не было таких людей. Но я заметила, что все больше и больше в интернете, в тиктоке, смотрю, что в боку там очень много трансов. Очень много. Прям дофига. Вы слышите этот звук? Мне искренне жаль этих людей, что они родились не в своем теле. Главное, чтобы человек потом не пожалел после того, как сделал эту операцию. у меня был знакомый. Он был геем. Мы спокойно с ним общались. Интересно общаться с такими людьми. И вы знаете, он не был такой манерный. Ой, да нет! Ты что, моя дорогая? Ты вообще не был. Обычный парень, просто очень красивый. Именно, знаете, женская красота в нем была. Но, к сожалению, когда у меня появился молодой человек, он мне запретил с ним общаться. Тюрьма. Шучу на самом деле. Просто наше общество именно на Кавказе таких людей пока что считают сгоями. Я считаю, что все мы люди, никто не имеет права лишать жизни другого человека. Смотрю там под их видео столько угроз. Да я тебя найду. Я тебя закопаю. Тыры-пыры. Зачем оно надо? Да прям большое. Прямо произведение искусства. Следующий вопрос задает его Мария. Смотришь ли ты свои старые видео? Если да, то какое самое любимое? Я смотрю, но очень редко, девочки. Обычно я люблю смотреть видео других мукбанкеров. Например, новые свои видео. Мне неинтересно, потому что я сама про это говорила. Я знаю, что я скажу. И сколько штук я съем. Смотрю. Но я люблю, чтобы был хороший звук. Хороший звук, хорошая картинка. Вот. И интересные истории. Поэтому других мукбанкеров с удовольствием смотрю. Смотрю влоги. Очень люблю. И передачи. Обожаю всякие трешевые передачи. Что-то вроде пусть говорят. Там говорим, показываем. Разные там форматы. Совсем забыла про лимоны. Кажется, мидии сверху надо было посыпать еще и лимонами. Филадельфия такая нежная. Сыр внутри прям тает. Мне иногда интересно посмотреть свои старые влоги. И вы знаете, в этом плане быть видеоблогером очень круто. И вы знаете, моя тетя, которой 70 лет, она тоже загружает видео на YouTube. И она это делает просто для того, чтобы это осталось на память. Чтобы любой человек, который был у нее например на дне рождения, мог зайти в YouTube и посмотреть кассету, так скажем. Раньше эту кассету передавали из рук в руки. Сейчас можно просто в YouTube загрузить и смотреть. И последний давайте съедим. И все, сколько у нас остается? Остается ничего. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то поставьте мне лайк и подпишитесь. Всех люблю. Пока.